СТРАШНАЯ АВАРИЯ Увидев стремительное приближение поезда, поэтому двери открыл не сразу. Репортаж с места трагедии Нургали Карабаева. Эти кадры действительно не для слабонервных. Авария произошла накануне примерно в 19.20. Состав направлялся из Алматы в Костанай. На переезде на станции Шмолган в это время образовалась большая пробка. Автобус пассажирами встал на путях и буквально был зажат с обеих сторон автомобилями. И в этот момент в него врезается поезд и сметает с пути. Люди бросились на помощь. Как рассказали очевидцы, автобус ехал из Каскелена в Алматы. В салоне в том числе были дети и женщины. Увидев движущийся на них состав, пассажиры запаниковали и попросили открыть двери. Но водитель впал в шок, поэтому дверь открыл не сразу, говорит пассажир. Водитель остановился и никуда не может двинуться, ни вперед, ни назад. Без вариантов. Водитель впал в ступор. Мы просили открыть дверь, он не открывает. Автобус полный. Все мы женщины, дети кричим. В итоге мы все-таки успели выбраться, но водитель остался там. Вот пассажирский автобус, который протаранил поезд. Удар пришелся на правую сторону. Вы видите, в каком состоянии он. В момент удара многие пассажиры уже успели покинуть его. Сейчас представители ДЧС разбирают его и пытаются убрать с путей. На место прибыли спасатели, бригады скорой помощи и полиция. Водителя спасти не удалось. Он умер на месте. Три человека, мать и двое детей попали в больницу с тяжелыми травмами. По искореженному автобусу можно понять, что жертв могло быть гораздо больше, если бы двери салона не открыли. Тем временем представитель магистральных сетей говорит, что дежурный пытался не допустить аварию. Шлагбам и переездная сигнализация работала. Здесь образовалась большая пробка. Дежурный дал экстренный сигнал поезду, но состав все равно врезался в автобус. Поезд начал давать сигнал за 500 метров. Трагедия буквально всколыхнула местных жителей. На месте собрались сотни человек. Они перекрыли проезд для автомобилей и не пропускали машины. Жители требовали, чтобы на место приехал Аким области или района. Мы все время обращаемся к властям, чтобы построили нам мост. Но результата нет. Нам очень страшно переходить через переезд. Нам нужен мост. После нескольких часов ожидания на место все-таки прибыл Аким Карасайского района. Чиновнику пришлось забраться повыше, чтобы выступить перед людьми. Здесь моста не будет. Послушайте меня. Мост построим примерно в 700-800 метрах отсюда. Будет кольцевая. Здесь не будет проезжей части. Здесь надо строить надземный переход для пешеходов. Автодорога будет подальше отсюда. Я вам обещаю, что мост мы построим. Такие заявления Акима, конечно же, вызвали бурю негодования. Чиновник тем временем обещал вернуться сюда во вторник, чтобы встретиться с местными жителями и детально рассказать про строительство будущего моста. Нургали Карабаев, Даниэр Жусопов, Информбюро, Алматинская область. Затор на этом участке дороги явление круглогодичное и даже круглосуточное. В час пик водители проводят в ожидании около четырех часов. Примерно каждые 20 минут по рельсам проезжает состав. Механизм ЖД-переезда состоит из нескольких частей. В первую очередь зажигается предупредительный сигнал семафора. Он начинает мигать. Через пару секунд включается звуковой сигнал, опускается шлагбаум и поднимается автоматический железный барьер. Остановить его или дать обратный ход невозможно. Трагедии чаще всего происходят потому, что в виде сигнал семафора водитель пытается проскочить, но барьер берет его в плен.